Всем привет, с вами Андрей Бавар. Ну что, беру снова видос с Кул Крашера для разбора 41 сезона Боевых Кораблей. И знаете, мне понравилось в этот раз, он прокачал абсолютно всё, мы увидим все прототипы, мы увидим всё. И сегодня будем разбирать, что же нас ждёт в этом снитпике и на предстоящий месяц. Соответственно, вы сейчас на данный момент наблюдаете дерево прокачки двух машинных отделений. То есть на двух машинных отделений у нас появится фитиль, у нас появится ХП, у нас будут 2-3 вида войск. Но на самом деле, как бы, бомбардиры на двух машинных отделениях, это такой себе вид войск. Каждый раз, когда бомбардиры появлялись на двойке, на тройке, они были, как бы, в принципе-то норм, но были другие войска, которые были быстрее их. То есть поэтому бомбардиры я, как бы, не знаю, на самом деле посмотрим. То есть, как бы, честно, вот реально посмотрим, потому что пока на данный момент я бы и не пошёл к ним, но к фитилюб всё равно хотелось бы прийти. Соответственно, что здесь мы ещё имеем? Мы имеем аптечку, мы имеем огнемёт, мы имеем мины. То есть, как бы, типа, солдатиками становится сложно, но у нас появляется ХП, у нас появляется аптечка. Хм, становиться солдатиками не так уж и плохо. На самом деле, здесь, видите, двояка. Плюс появляется дым, то есть есть фитиль, есть дым, как бы, можно бегать. И гораздо быстрее, чем теми же бомбардирами, ну, например, бегать теми же солдатиками. Но, понятное дело, на двух машинах отделениях мы останавливаться не будем, идём дальше. Вот здесь машинное отделение заканчивается, вот здесь вот, прям вот-вот тут. И вот это всё вот, что вы сейчас видите, вот-вот это всё, вот-вот, вот эту огромнейшую ветку, это третье машинное отделение. А вот здесь, если, блин, здесь вам плохо-плохо-плохо видно, ну, я дальше покажу. Здесь находится критер-пушка, это новое защитное сооружение, и оно будет на этом сезоне. Здесь вы видите что? Здесь вы видите лазерчиц, это тоже новый вид юнитов, который появился. И их тоже добавили в этот сезон, то есть на трёх машинных отделениях можно будет поиграть и одними, и вторыми юнитами. Наверное, это сделано для того, что, потому что большая основная часть вообще аудитории всё-таки, ну, три машинных отделения имеет. То есть это, грубо говоря, 12-й штаб, всё-таки люди такой 12-й штаб имеют и смогут поиграть на боевых кораблях, посмотреть, что это такое. Что ещё мы имеем на третьем машинном отделении? Есть мины одни, есть мины вторые, то есть это уже будут абсолютно все мины, которые открываются. Здесь плюс дополнительное хп, то есть там нашим войскам хп, здесь даньям хп, плюс канонерка. Здесь пушка бум, здесь появятся верты. Вот-вот-вот здесь вот, дайте чуть-чуть. Вот так, перенесу, чтобы вам лучше было видеть. То есть там машинное отделение было, как бы здесь вот мортирка, видна пулики. Блин, не знаю, я думаю, что многие поползут к этим вертолётам, но чтобы ползти к этим вертолётам, то есть это надо будет открыть бесполезные танки, открыть беспол... Ну, не бесполезного, но так себе булита. Герои вообще бы на самом деле вот что один, что второй, пока на данный момент бы повременил с его открытием, посмотрел, потому что дальше на шести машинных отделениях будет эверспарочка обязательным героем. И такой, тратить здесь 42, тратить здесь 42... Знаете, сомнительное удовольствие, когда всё равно появится герой, который будет обязателен. То есть поэтому к вертолётам, то есть раз, два, три, вам надо будет три здания вообще открыть, которые в принципе в теории особо вначале не нужны, и чтобы сюда дойти. Поэтому так, всё. Вот критер пушки, хотелось бы дойти, на самом деле, как на неё будут отвлекаться бомбардиры, просто сказка-песня будет, ну, на мой взгляд. По поводу, как быстро, это, понятное дело, мортира, канонерка... Пушка-бум, потом шоковые мины и хп, и вы, грубо говоря, переходите в следующее машинное отделение. А по поводу, как правильным, честно, время покажет. Так, четвёртое машинное отделение будет выглядеть вот так. Здесь появятся торчики. Я вначале думал... Вот я, я, я. Но потом, если честно, я подумал, что там будут уже и красные, там будут зелёные, там самое главное будут шоковые мины. И всё это для торов, ну, блин, знаете, ну, такое себе. Плюс, там есть и пулики, есть огнемёты. Ну, прям очень сложновато будет тором. Поэтому я такой, типа, уже перес... как бы отложил эту идею. Лучше придумать что-то более полезное. По поводу четвёрки, то есть, соответственно, если быстро это вот так, вот так, вот так, это герой не обязательно. Бричка здесь не обязательно. Тоже, знаете, очень быстрый выход, но не обязательно. То есть, на четырёх машинных отделениях появятся дополнительно ружки, здесь появится прототип. Ну, например, здесь сима, здесь микроволновка. Я так понимаю, сколько крашу брал самый адекватный прототип, который будут. А может быть и нет, может быть нет. Посмотрим. Так, на пятёрке, на пяти машинных отделениях появятся только горы, только вот сейчас. То есть, до этого вполне возможно мы будем бегать только солдатиками, например, К этому моменту уже точно бомбардирами надо будет бегать Здесь появятся горы Здесь появится шок Здесь появится только первый урон Первый доп. урон нашим войскам До этого доп. урона не будет Именно поэтому я бы не советовал открывать тех же вертов Мне кажется, им не будет хватать урона Доп. стойка зданий есть А вот доп. урона нашим войскам нет То есть вертолеты, ну так себе Бомбардиры там в принципе похер Если тут доп. урон нет, то они все равно хорошо валят Ну понятное дело медленнее, но все равно хорошо А вот вертолетам будет тяжеловато Плюс здесь появится шок Так, здесь вверх, как видите, можно будет открыть шоковую установку Здесь дополнительные мины, наверное, разных видов будут На самом деле пятерка-то, в принципе, мало Раз, два, три, и все, и выход Ну, понятное дело, что это надо будет открыть Понятное дело, что вот это надо будет открыть И вот шестерка Шесть машинных отделений будет выглядеть вот так Здесь, смотрите, сразу появляется доп. 2, доп. урон То есть, вот буквально недавно был, здесь появится еще плюс один И здесь появится верспарка, про которую я говорил, что она будет обязательно То есть, ее как-то обмянуть не получится То есть, именно поэтому я говорил Не торопиться там с буллитом, с доктором кауном То есть, ну, открыть-то можете, но Может быть, все-таки стоит потерпеть И открыть его здесь А может и нет Может, доктору кауну все-таки стоит открыть И как бы не страдать, а реально наслаждаться игрой Посмотрим, может быть, я так и сделаю Это просто предположение Если быстрый выход, то, наверное, особо не получится Здесь все равно надо будет открывать тяжелый вертолет И здесь надо будет все равно открывать стойка Здесь вот, ну, например, щит Здесь, на самом деле, тут практически всё всё равно придётся открывать, перед тем, как выходить в семёрку. И, смотрите, на семёрке только будут ищейки. Странно, очень странно, почему так, но имеем то, что имеем. То есть, на семёрке у нас будут ищейки, у нас семёрке будет канонерка, у нас на семёрке будет ещё один доп. урон защитным сооружением. Третий нам будет доп. урон, ну, дополнительный... А, здесь появится, получается, только один прототип, и всё, здесь мины, один вид прототипов, и всё. Я думаю, что он, короче, не очень хорошие прототипы выбирал, либо там настолько отстой, какие может быть хуже, чем гром из ниоткуда. Вот что может быть хуже, чем гром из ниоткуда? Напишите в комментариях, какой прототип, по вашему мнению, хуже, чем гром из ниоткуда. На мой взгляд, это один из худшейших просто прототипов, поэтому не понимаю, что на его выбор. Короче, это по поводу дерева прокачки. По поводу, как будет выглядеть зона высадки. То есть, два машинных отделений будет выглядеть вот так, то есть, видите, фитиль можно будет уже иметь. И, в принципе, можно будет без фитиля бегать, потому что, ну, зона высадки не особо какая-то там растянута. То есть, всё равно солдатики бум-бум-бум-бум-бум пойдут всё сносить. Но, может быть, с фитилём будет попроще бегать от у нового машинного отделения к другому. На тройке в теории появятся вертолёты, но, блин, честно... Как ими тут вот так облететь со стороны, чтобы они реально были красавчиками? Пока непонятно. Четыре машинных отделения будет выглядеть вот так. Здесь вертолётами, как бы, кажется, чуть полегче, если уже затронут вертолёты. Но тоже непонятно. А бомбардирами, если сделают какие-то цепочки вот такие тут-туда, сюда-туда... То есть, пока они сюда сбегают, пока они туда сбегают, пока туда... Пока сюда реально может пройти там по две-две с половиной минуты. Воу-воу-воу! Пять машинных отделений, и оно огромное. Реально, для пятёрки прям очень большое. Ищеек нету, то есть, быстрого сноса не будет. Вертолётов тяжёлых нету, то есть, это всё равно бомбардиры. Это реально всё равно бомбардиры, либо к этому моменту, может быть, вертолётами... О, кстати, может быть, типа летишь сюда, потом они просто сюда, потом ты как-нибудь так типа сюда. Ну, тут пушка... Не знаю, ну посмотрим. Может быть, вот где-то сейчас вертолёты как-то полегче будут пытаться облететь сзади. Но бомбардирами это прям вот этот снос такой огромный. Это будет очень долго. Шесть машинных отделений будет выглядеть вот так. Ну, в принципе, зона высадки чисто буквально с этим аппендиксом, а так практически вся карта и открыта. И семь машинных отделений уже который сезон подряд. Это полная карта, и, соответственно, единственное, что зона высадки меняется. И здесь вот эта маленькая зона высадки, что очень хорошо. То есть, для того, чтобы дойти к самым последним, понадобится реально очень много потратить времени. Так что, смотрите, вот такой 41 сезон. Если вам понравился Снидпик, то прожимайте лайк, пишите комменты и подписывайтесь на канал. Встретимся в понедельник. С вами был Андрей Вар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok